Небольшое испытание лодки ЛГБТТ на грузоподъемность. Ну, она бы здесь распределенный вес был, поэтому... Вот примерно как раз и есть та самая грузоподъемность. Вот так штатную грузоподъемность выдержала. Удивляюсь твоей компактности. По идее, ты сюда поместиться в грузовой отсек был. Меня можно катать под дехом. Большая лодка и очень такая компактная девушка. Берите меня с собой на водной прогулке. У тебя, кстати, есть уже фанаты. Вот один наш клиент есть, конкретно твой фанат. Сейчас покажу все этапы создания веги. Вот самый первый этап. Это сборка баллонов. Дальше, следующий этап. Собирается донышко. Очень сложный, очень кропотливый процесс сборки донышка. Вон, можно посмотреть с той стороны, как это все устроено. Это ряданы, которые формируют само донышко. Погнали дальше. Вон, подойдем туда, где синенькие баллоны. Два лежат отдельно. Вот, это отдельные баллоны, уже собранные. И сейчас устанавливаются центрирующие пятаки, которые будут собирать вегу воедино. Вот сюда будут установлены. Пока они только клеем намазываются. Как раз самый-самый процесс... Центрирующие пятаки. Так, за мной. За мной. Вот следующий этап сборки веги. Это когда уже вот они, центрирующие вот эти вот пятаки. Они двухсторонние, специально сшитые. Вот они установлены. И они обеспечивают четкую центровку днища относительно баллонов. Потом сюда будут вклеены штевни. Затянуты скуловые детали. Здесь уже идет следующий этап сборки веги. Штевень уже установлен. Он связывает днище и баллоны. Все вместе, вместе с этими самыми центрующими пятаками, создают одну общую жесткую конструкцию. Далее. Вот этими деталями соединяются внешние контуры веги. Они образуют именно внешние обводы. Также такая же деталь будет установлена здесь и здесь. Это скуловые детали, которые именно дают внешние вот эти обводы до носовой и кормовой части. В этих санках возим рыбу, всякое полезное. А когда ловим рыбу, садимся. Очень удобно сидеть на высокой-высокой табуреточке. Да накачиваются моментально маленьким насосом, самым индексовским. Вот такой вот маленький насосик берется. Обычный из этого, из Ашана так называемый, насос Интекс. Им раз-раз-раз накачали моментально, минуты две. Объем-то небольшой. Еще очень важно, такие санки, если вы берете их с собой на какой-нибудь первый или последний лед, они могут очень выручить, если вы случайно провалитесь. И вот смотрите, сколько фартуков. Это все одному заказчику сразу все упадет. А вот смотрите сюда. Это основатель тайм-триала. Придется вас заснять, простите. Ну что, расскажите что-нибудь интересное. Основатель тайм-триала, да, вот расскажите, прямой эфир. Да какой там основатель? В 2000 году мы с женой организовали фирму тайм-триал. А как такая идея пришла? Почему именно лодки? Потому что я сам занимался водным туризмом и рафтингом. И съездили мы на чемпионат мира, смотрели, сколько там рафтов, как их используют. Решили делать рафтинг. Кто-то нам сказал, что у нас производство в Китае. Ну где же вот у нас производство в Санкт-Петербурге? В Китае? Срочно Элю показать! Элю срочно показать! Стоп! Говорят, у нас производство в Китае! Цены на материалы растут дико! Я могу даже рассказать, почему я это выяснял. Оказывается, производители материалов, которые делают в основном ПВХ, ТПУ и прочие вот эти материалы. После того, как началась эта пандемия, очень возрос спрос на всякие ткани подобного типа для медицинских нужд, для защитных нужд. То есть они вот это вот используют для экранирования от вирусов, вот это все. И поэтому там очень-очень сильно пошел спрос на медицинские именно ткани с допусками по медицине. И поэтому, поэтому они сместили свои приоритеты в сторону производства медицинских тканей, а на эти ткани подняли цены. А вот тут для нас пришел подарок от блогера и нашего клиента Деда Сурала. К подарку приложена открытка, сейчас я ее зачитаю. Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте, волшебники тайм-триала! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Желаю душевного спокойствия, телесного здравия и простого человеческого счастья. И с ними вам по плечу будут любые задачи, новые идеи, новые победы и достижения. Спасибо вам за ваш труд, за ваши светлые головы и умелые руки. Для новогоднего настроения посылаю вам частичку Уральской тайги. Ваш агент Дед Сурала, Виктор Самойлин. Декабрь 2021 года. И вот он прислал нам много-много кедровых шишек. Вот такой замечательный подарок. Виктор, во! Класс! Благодарим! Начальник производства, скажи что-нибудь. Спасибо! За подарки всем вручим. Передадим в офис. Лодка, грузовая, буксируемая. От тайм-триала. Сокращённо ЛГБТТ. Все ассоциации исключительно случайные. На эту лодку можно устанавливать транспортировочные ёмкости, вот эти так называемые корыта, разного размера. Сейчас установлена корыта, которая позволит грузить в районе тонны груза. Ну а эта база позволяет устанавливать более объёмные корыта. Пушка! Просто пушка! С вами был Андрей Сонар. Всем пока!